Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Завета. Кто же были эти святые? Ведь Господь еще в мир не пришел и не совершилось искупление человеческих грехов. Кто же сподоблялся тогда святости? И кто сподоблялся тогда общению с самим Богом? Были такие святые мужи, которых называли пророками. Пророк это тот, кто провозвещает Божью правду. И вот в Ветхом Завете были такие пророки. И они хранили веру в единого истинного Бога. И они хранили веру в то, что придет Избавитель всему миру, Спаситель, Мессия. Насколько же трудно было сохранять эту веру в том древнем мире. Нам просто даже невозможно представить, каковой была культурная, я уже не говорю о религиозной атмосфере в то время. Люди поклонялись идолам, истуканам, явлениям природы, предкам, множеству богов, которых сами создавали и назначали быть богами. Во имя этих ложных богов возводились величественные храмы, останки которых и сейчас поражают путешественников по Нилу. Трудно себе представить, какой должна была быть развитой тогда цивилизация, как должна работать была инженерная мысль, как люди должны хорошо были знать математику, чтобы возводить такие величественные сооружения. Поэтому та древность не была темной и непросвещенной. Действительно, был рассвет наук, в том числе и точных наук. Люди стремились познать окружающих мир, изучали светило, и многое другое совершалось в области человеческого разума. И вот достоянием той цивилизации были выдающиеся материальные памятники, дошедшие до нас. Можно представить, как все это величие древнего Египта и других близлежащих стран, как это все величие делало человека маленьким, незначительным. Единственное, что оставалось тогдашним людям, это сознавать, уж сколь и потому, что великие люди того времени все верили в истуканов, богов, то так и жить надо было по этой вере. Это было действительно то время, когда свет божественной истины не просвещал род человеческий. Это было блуждание в духовных потемках. Это были бесконечные поиски людей Бога, потому что не могла ни мириться, ни совесть людей, ни их религиозные чувства, ни разум с теми формами языческих культов, которые иногда сопровождались кровавыми жертвами и так далеки были от проповеди человеческого совершенства. Это действительно был мрак, духовный мрак. При всем том, что сопровождался этот духовный мрак и эти духовные потемки одновременно огромными успехами в области науки и техники. Поэтому, взирая на совершенные произведения человеческого разума, люди соглашались и с той верой в языческих богов, которые были верой большинства. Не верить в то время в богов, отрицать эту языческую мудрость, но означало быть просто изгоем, отсталым человеком, потому что ведь передавая мысль той глубокой древности, она предполагала поклонение ложным богам. И вот можно себе представить, какой же колоссальный духовный подвиг совершали те люди, которые отказывались поклоняться богам, которые хранили веру в единого Бога, «Творца мира». Вот этих людей, которые, несмотря ни на какие испытания, никакие угрозы, сохраняли веру в единого Бога, в море многобожие, мы и называем святыми правоцами и святыми отцами. То есть те, кто сохранял идеал богоданный, идеал человеческой святости, веру в единого Бога до пришествия в мир Христа Спасителя. Вот сегодняшнее воспоминание о святых отцах, об этих удивительных героях Духа, о людей невероятной духовной силы, хранивших веру в единого Бога, как уже сказано было, в море язычества. Это воспоминание заставляет нас подумать о том, что та вера, которая нам сегодня дана, она же не требует таких огромных усилий к тому, чтобы ее принять, и даже не требует таких огромных усилий, чтобы жить по этой вере, потому что со времени пришествия в мир Христа Спасителя стала формироваться не только церковная община, сильная, в том числе и духовно, интеллектуально, достаточно вспомнить о величайших прозрениях святых апостолов, отцов Церкви, которые были выдающимися представителями тогдашней мысли, которые действительно духовным своим взором прозревали будущее. Но можно и нужно сегодня подумать вот о чем. О том, что как отцы умели сохранять веру в этом безбрежном море язычества, как они могли идти против тогдашнего течения, или как сейчас принято говорить против мейнстрима, то есть главного потока. Вот так и сегодняшним христианам нужно помнить о подвиге святых отцов и никогда не отдавать себя без всякого духовного сопротивления тем силам, которые ныне образуют этот основной поток увлечь себя к ложным целям и к поклонению ложным ценностям. И в каком-то смысле, хотя сегодня этот подвиг облегчен тем, что существует Церковь Христова, ковчег спасения, в котором даруется нам сила божественная, сила благодати Божией, которая исправляет наши жизненные пути, которая дает нам силы сопротивляться греху и которая действительно спасает человека, как о том говорит Священное Писание, в том числе и святой апостол Павел благодатью вы все спасены через веру. вот этот дар веры и дар благодати и дар спасения, которым мы обладаем в Новом Завете через искупительную жертву Господа и Спасителя, через Его крест и воскресения, через сошествие Святаго Духа на апостолов. И сегодня Дух Святый, который прикасался к пророкам древности и помогал им провозвещать Божью правду и предвидеть будущее, сегодня Дух Святый прикасается ко всем нам, кто крещен во имя Отца и Сына и Святаго Духа, кто составляет Церковь Божию. Мы не единичные субъекты по какой-то особой воле Божественной принимающей дар Духа Святаго мы община веры, мы Церковь Христова, которая пронизывается этой силой Божественной благодати, а потому всякое отрицание этой благодати и этой реальности Божественной, будь то на уровне мыслительном или на уровне бытовом или просто на уровне наших греховных привычек есть во времена Нового Завета особый грех пред Богом. Не напрасно в мир пришли святые правоцца, святые отцы, а затем святые апостолы, мученики, преподобные, недаром они нам всем явили величайший образец святости именно для того, чтобы мы, взирая на их пример жизни и сами становились сильными и сами становились способными совершать добрые дела и жить по закону Божьему. Всему этому учит нас сегодняшний замечательный день, последнее воскресенье перед Рождеством Христовым, когда мы вспоминаем святых ветхозаветного времени, святых, которые пришли в мир до Рождества Христова и особой силой своей воли и несомненно помощью Божией, изливаемой на этих одухотворенных мужей и жен, сохраняли веру в пришествие Господа и Спасителя. Их молитвами да укрепит всех нас Господь в вере православной, в благочестии, в чистоте, в жизни в соответствии с Божьим Законом. Аминь. Со Святым Воскресным Днем, с праздником Святых Отец всех вас поздравляю. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok